В Сочи проживает более 36 тысяч людей с повышенными потребностями, из них порядка полутора тысяч детей. Среди них есть настоящие герои, которые, несмотря на свои недуги, занимаются наукой и творчеством, поют или рисуют, достигают высоких результатов в спорте и вносят вклад в развитие родного города и края. Эти картины хорошо известны не только сочинцам, но и за рубежом. Их автор Светлана Прокопенко. Компьютерной графикой она занялась после посещения Германии. У меня была тяжелая операция. И когда я увидела, как люди с отваленностью живут в Германии, насколько у них все доступно, они не сидят в четырех снах. И это какой-то толчок дало для творчества. Я думала, вначале я занималась фотоклипами. Я делала клипы для музыканта и певца Геннадия Богданова. Это группа русские. А потом я решила заняться компьютерной графикой. Кстати, накануне Светлана вернулась из Испании, где прошла ее авторская выставка. А сегодня она была отмечена благодарственным письмом от главы города. На торжественном приеме чествовали всех тех, кто показывает пример самоотверженности, реализует образовательные проекты и помогает адаптироваться к новым условиям жизни. Многие из вас стали активными участниками проекта «Безбарьерная среда». Благодаря вам вы принимали участие в первом проекте. В России их задача еще не было, мы к Олимпиаде готовились. И мы даже не понимали стандарты доступности. Их надо было получить, их надо было адаптировать. И мы были пионерами тогда, первопроходцами. И благодаря работе вас мы, в общем-то, многого добились. И сегодня мы говорим о том, что наш город по оценке всех жителей России по доступности находится на втором месте. Первое, естественно, Москва. Слова особой благодарности звучали и в адрес активистов общественных организаций инвалидов и сотрудников социальной защиты и социальных служб. Большую помощь детям с инвалидностью в городе оказывает организация «Лига женщин МОЗ Добра». Материальная помощь или психологическая, любая поддержка этих людей способствует уверенности в своих силах и старту к новым возможностям. Своим личным примером они доказали, что у них нет барьеров.